10 апреля диспетчеру пожарной охраны поступил сигнал. Горит трава в селе Ясашное отошла. Ближе всех оказался экипаж пожарной части номер 118. Через 8 минут прибыли на место. Издалека стало ясно, горит не трава. Перетидывался огонь с библиотеки на здание, которое сейчас от нас с левой стороны. 6 метров это 2 секунды. И огонь, в общем-то, площадь библиотеки и длина библиотеки большая. И получается, что огонь полностью перетидывается на строение. Огонь охватил площадь около 30 квадратных метров. Сначала загорелся сарай. По сухой траве пламя переметнулось на жилой дом. Сильный ветер подлил масло. Несмотря на то, что тушили уже чуть ли не всем селом, пожар перешел на кладезь знаний библиотеку. Пытались разобрать горящее здание. Ветер был северный. Я уже говорил об этом, что порядка 30 метров в секунду перетянулся за счет того, что был сильный ветер на третий дом. Хотя, да, его отбивали, полили, залили. Но, тем не менее, близкой застройкой и то, что вот здесь тоже сарай перетянулся. Сколько здесь метров? Наверное, метров 6. Ну, значительно, кстати. И все равно достало. Да, очень сильный ветер. Лишь к 4 утра буйства стихии одолели. К счастью, пострадавших нет. Но книги сгорели, как и вся библиотека. А еще два жилых дома. Местные жители подмечали, как на одном из участков иногда сжигали сухую траву. Кстати, это самая частая причина подобных катастроф. Очень актуальный сейчас вопрос. Это лесные пожары и переход пала с травы, вот это как раз или непосредственно в лесные массивы, или, не дай бог, населенные пункты. Раз в 5 лет МЧС проводит командно-штабные учения на территории муниципальных образований. Заранее отработать различные виды возможных катастроф. Взрыв газа, лесной пожар, авария. Да, такое бывает. Едем в обычном автобусе и буквально через пару минут случится злой урок. Автобус попадет в ДТП с бензовозом. Хорошо, что я вовремя сошел. Как в случае с пожарами, людей спасают люди. К сожалению, причины этих катастроф почти всегда тоже люди. Пожар порождает их безответственное отношение к возможным последствиям. Главам районов рекомендовали работать с населением, патрулировать территорию, обустроить и обновить противопожарные полосы. Например, в Чердоклинском районе к этому приступили еще три недели назад. Ширина должна быть 10 метров, но должна учитываться еще, если есть, вместе с дорогой. Там, где нет дороги, то тогда, конечно же, она расширяется на расстояние до 10 метров. И такие меры обязательно нужно проводить для предотвращения пожаров. Традиционно, как сходит снег, все населенные пункты Чердоклинского района производится опашка минерализованных полос. Для того, чтобы когда с иных земель вдруг возникает пожар, он не заходил в наши селы, поселки и иные населенные пункты. Сейчас в районе 100% населенных пунктов опаясно минерализованной полосой. Но это не значит, что можно расслабиться. Статистика, неутешительное количество возгораний в этом году увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Избежать беды в наших силах следует простым рекомендациям. Помните, огонь не появляется сам по себе. Это расхлябанность людей, окурки брошенные, сухая трава. Вот происходит то, что происходит. Это, конечно, страшно и страдают невинные люди из-за огня. А огонь ничего не оставляет.